Добрый вечер. Тема сегодняшнего видео это dfl-decibited file system. Собственно говоря, сперва небольшой блиц, потому что мы вчера, ну не вчера, а на прошлом видеоролике разворачивали. Разворачивали мы с вами FileLowerCluster, на который посадили роль файл сервера. Вот, собственно говоря, fscl001, две ноды fs1 и fs2. И на этом видеоролике попробуем с вами на одной из нод развернуть dfs роль. Ну, dfs как функцию мы установили. Короткий еще блиц по тому, зачем нам нужен dfs и что он из себя представляет. Ну, несколько фич нам может дать для нашей организации. Одна из них, например, если у вас есть несколько файл серверов, они разбросаны по всей вашей организации с разными именами, хостнеймами, разными именами, шар и все такое. И юзерам, не только юзерам, всем будет проблематично запоминать, записывать где какой файл сервер находится и где что шарится. В dfs можно развернуть одно namespace, то есть одно единое имя. И в качестве таргетов для папок установить ссылки на эти, собственно говоря, сервера и папки на них. И юзер, заходя в run, ну или если ему будет по групповой политике прилетать и напиться на мой компьютер или еще куда-нибудь, зависит от того, как вы настроите групповые политики. Ну, грубо говоря, юзер, заходя в run, может ввести сюда одно имя и попав по этой ссылке, попадет, грубо говоря, в папку, внутри которой будут все эти файл серверы. Но для него они будут реализованы как обычные папки, да и это будет прозрачно для него. То есть он не будет видеть, что это несколько разных серверов. И запоминать вам придется всего одно имя, которое вы назначите. Ну, давайте начнем экспериментировать. Собственно говоря, вот наша DFS консоль. Пока ничего не добавлено. Попробуем здесь создать хоть какой-нибудь namespace. Ну, в качестве сервера выберем активную ноду нашего файл сервера. Дадим какое-нибудь название. Ну, DFS пускай будет. Это имя, которое будет идти следующим после основного имени, доменного имени, имени домена. И вот так оно будет выглядеть. Человек напишет слэш слэш слэш. Имя вашего домена. ДФС попадет сюда. Ну, собственно говоря, пошли. Занимает немного времени. Ресурсы у меня немного днищности. Саксэс. Короче, у нас тут образовалось имя. Давайте протестируем его на каком-нибудь подопытном кроличе. Ну, допустим, на нашем клиенте. Вот наша виндовая машина. Это наша шара, которую мы создали. Но сейчас нас интересует немного другое. han.local.dfs Да, работает. Собственно говоря, у нас открывается то же самое, что открывается тут почти. Почему тут нету никаких папок? Потому что в DFS мы их еще не добавили. Вернемся на наш файл сервер. И добавим сюда папки. Собственно говоря. Ну, у нас одна единственная шара с одними именами. Попробуем добавить так, как есть. Ну, допустим, у нас есть папка finance 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 Добавим Эту проблему с мусорной корзиной. Надо решить. Я поугулил, из-за чего это. Там что-то с диском, что-то так-то, не так-то. Можно заходить в реестр, что-то там менять зад. Вот пока ручки не заходят. И это не тема нашего урока. Поэтому моя мусорная корзина пока подождет. Ну, короче, имя для папки, которое будет отображаться, ну, грубо говоря, в этом space, который открывается. То есть, когда человек заходит сюда, у него будут различные папки. То есть, технически они могут быть, но для этого и нужен DFS. Чтобы они были из разных ресурсов, которые вы технически не можете объединить. Но у нас из-за того, что один ресурс всего. Объединять вам его не с чем. Мы просто добавим с одного сервера. Эти папки, они будут пока отображаться вот тут. В нашем случае, эти все папки с одного сервера. Но у ваших они могут быть совершенно разных серверов. Так, ну, пускай она будет называться finance. И, собственно говоря, где будет находиться эта папка. То есть, на каком сервере и куда она будет мапиться. ShowSharedFolders. Так. Ладно, сделаем вот так. fsu.finance Окей. Ну, грубо говоря, мы добавили вот путь tndfs namespace и наша папочка. Путь до нашей папочки. Так. И вот она уже добавилась автоматически сюда. Finance и наш тестовый документ, который там. собственно говоря. Попробуем добавить еще несколько папок. То есть, не путайте dfs namespace с обычным файл-шером. Он немного по-другому отрабатывает. То есть, у нас там есть файловая шара. На нее, если помните, заходим именем файл-сервера. Именем, кастомным именем файл-сервера. dfs.cl.1.sh Вот тут папки, которые мы расшарили с вами. А dfs у нас немного другая технология. И dfs мы заходим Это очень удобно, кстати, писать имя домена. Не надо запоминать 1500 имен. Вот это, собственно говоря, наш dfs. Теперь вернемся и раскидаем сюда еще другие папки, которые у нас были. Так. Ну, скажем, пускай будет IT. Кстати, привилегии, security привилегии. Куда, кому можно, кому нельзя. Кому можно read, кому можно read и write. Они сохраняются непосредственно на файловой структуре. Ну, там, где ваш файл находится. А не на dfs. То есть, соответственно, если... Вот это мусорная корзина. То есть, если ваш один сервер умрет, то dfs.share они перетянутся на другой сервер. То есть, привилегии закреплены за файлами, за папками, где они находятся. А этот диск, он общий. Он мигрирует туда-сюда. Так. Мусорная корзина. Мусорная корзина. Да. Ну, где-то это удобно. Даже очень. Окей. И вот она добавилась сюда. И на нашем клиенте, соответственно, тоже. Так. Добавим сюда остальные папки, которые у нас были. Ну, красоты ради. Ну, суть основной темы, я думаю, вы поняли. Для чего он нужен dfs и как он отрабатывает. Так. Эта папка называлась... Ну, допустим, на живом области проэксперименте. У нас есть папка hr, скажем. Ну, вот, создадим какой-нибудь тестовый файл hr. Она расшарена под именем hr. Вот. Тут, собственно говоря. В dfs мы можем расшарить ее под тем именем, под которым мы хотим. Допустим, пускай будет resources. Надеюсь, правильно написал. Нужно для чего? Это, допустим, у вас на каком-то файл сейвере была папка. Она с не тем именем расшарена была. И люди привыкли уже к тому имени заходить в нее. А теперь вы развернули себе dfs. И хотите, чтобы люди заходили уже более-менее правильно, вы можете target указывать и до уже существующей папки. А name можете указать такой, какой хотите. Вот human resources. просто. И вот видите, наша папка hr теперь представлена под именем human resources. Боже, храни dfs. Так, что у нас еще там оставалось? Ну, it-admin. Папку cloud я, походу, для тестов создавал. Так, создадим папку it. Ну, скажем, sys-admins. И добавим путь it-admin. И вот наша папка появилась тут. Живая и целевенькая. Ну, грубо говоря, такое короткое видео было про dfs. В следующем видео что-нибудь другое более интересное рассмотрим. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куда Эток grinding на